С наступлением осени за парты сели не только школьники, но и их бабушки и дедушки. Чувашия присоединилась к федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Чебоксарский экономико-технологический колледж готовит новых востребованных специалистов. Век живи, век учись. Главная цель профессиональной переподготовки – продлить трудовую деятельность граждан предпенсионного возраста. Причем можно на старости лет и поменять профессию, как это делают наши герои. Они учатся на парикмахеров и специалистов по крою модной одежды. Их воодушевляет то, что они могут изготовить изделия для себя, для своих детей, внуков. Уровень подготовки наших предпенсионеров разный, но в отличие от студентов, можно сказать, что заинтересованы они гораздо больше. Анжелика Григорьева 20 лет проработала в школе. Когда узнала, что есть курсы швейного мастерства, раздумывала недолго. Это интересно и позволяет реализовать свой потенциал. Мечта молодости, говорит она. И, возможно, будущая новая профессия. Очень хорошие курсы, хочу сказать, потому что здесь учат все азы швейного искусства. То есть мы начинали со стежков, потом перешли к машине. Сейчас уже научились краить, шить. Для себя мы шьем сейчас юбки. Обучать предпенсионеров бесплатно в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». После экзаменов они получат не только удостоверение о повышении квалификации, но и скилл с паспортом. Неработающим слушателям даже положена стипендия. Сейчас идет прием заявок во вторую группу по направлениям пекарь и предпринимательства. Есть два требования для обучения. Первое – это возраст. Женщины 51-55 лет и мужчины 56-60 лет. И второе – то, что они до этого не участвовали в такой программе. То есть один раз только можно воспользоваться данным правом, бесплатно обучиться. Таким образом, даже в возрасте 50+, можно повысить свою конкурентоспособность и мобильность. Специально программа продлится до 2024 года. Каждый участник сможет пройти обучение один раз за весь период ее действия. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Андрей Шоклев, Республика.